С 7 утра стою, не переехать. Каждый день в очереди. Десятки машин настоять приходится по несколько часов. Не все рискуют вот так своим ходом пересечь бурную речку. Большинство автомобилистов томятся на берегу в ожидании трактора. 400 рублей за доставку машины на другой берег. Местные жители организовали настоящий бизнес. И нам тракторист местный говорит, езжай за мной. И мы проследовали. Слава тебе, Господи, доехали. Проблемы с переправой здесь начались еще в середине апреля, когда один из пролетов моста просел и был признан аварийным. Тогда путепровод закрыли, для пешеходов построили временный деревянный мост, а транспорт пустили по другой дороге, через Никольск. Это крюк почти в 100 километров. Именно поэтому многие и предпочитают пользоваться услугами местных трактористов. Через реку ты проедешь? Ну там, на верху, я сомневаюсь. В горку подняться, на коле уже накатали просто. Ремонт моста через Стрельну обойдется бюджету в 9,5 миллионов рублей. Деньги в экстренном порядке были выделены из резервного фонда правительства области. Несколько дней назад завершилась замена всех поврежденных балок аварийного пролета. Сегодня специалисты приступили к заливке бетона, который будет застывать около недели. Лишь после этого движение по мосту откроют. Открыли бы и раньше, но, как это часто бывает, возникли сложности. Действительно, произошла задержка из-за определенных причин. Там и балки не вовремя, и нечем было их доставить, и разгрузить, все остальное. Значит, все вопросы сняты, балки смонтированы. Бывает, всякий там, кран сломался, еще что-то, ну, сорвались на 10 дней, на сегодняшний день. Но все шло, как задумывали. Заказали балки, привезли балки, смонтировали балки. Технологии соблюдали. В итоге, уже через неделю, 27 июня, легковым автомобилям и грузовикам до 3,5 тонн разрешат въезд на мост. Однако пока, до того, как смонтируют оставшиеся балки, движение здесь будет реверсивным. Только по центральной части. Для регулировки потока здесь установят светофор. В ближайшие 10 дней за мостом будет следить специальная комиссия. И только после ее одобрения путепровод будет открыт для большегрузов. Александр Устинов, Новости Вологды.